Всем привет! Сегодняшняя тема у нас посвящена разделам жестких дисков. У нас уже был урок 102.1. В нем мы учились разбивать жесткие диски и говорили в принципе о том, какие бывают у нас принципы разбиения и инициализации дисков. Если что, сначала посмотрите лучшее занятие 102.1. Сегодня в основном мы будем говорить о создании файловой системы на разделах и о том, как разбивать диск на части. LPIC у нас уделяет этой теме разделам жестких дисков и файловым системам всего два вопроса. Мне кажется, это маловато, потому что тема достаточно такая обширная. Они ставят нас еще так. Мы должны с вами уметь разбивать диск на части и создавать в этих частях, в разделах диска, файловые системы. Мы с вами будем сегодня работать с дисками по MBR и с дисками, которые разбиты с использованием Guide Partition Table или GPT. Слайдов тут таких особенно никаких больших у меня нет. Вы видите, это несколько утилит. И все эти утилиты мы сейчас будем проходить на практике. Это утилиты разбиения диска и утилиты создания файловой системы. Такие действия, как изменение таблицы разбиения дисков, создание разделов, удаление разделов требует прав суперпользователя. Поэтому командой sudo-s я уже начал работать от своего пользователя root. Еще раз подчеркну, на уроке 102.1 мы с вами уже пользовались командой fdisk. Давайте я вам ее на всякий случай покажу. fdisk и говорили о том, что она нам позволяет осуществлять манипуляции с таблицей разбиения диска. То есть может помогать нам создавать разделы. Командой fdisk-l мы можем посмотреть, какие разделы у нас есть на диске. В частности, у нас есть диск sda. И видите, есть нумерация sda1, 2 и 5. Почему нумерация идет не по порядку, мы тоже говорили на уроке 102.1. В данном случае я добавил новый пустой жесткий диск на этот компьютер. Вот он, диск devsdb, на котором отсутствует верная таблица разделов. Раздел этот у меня, не раздел, жесткий диск, 8 гигов. Виртуальный жесткий диск. Пустой виртуальный жесткий диск, в общем-то. И мы в тот же раз уже начинали работать. При помощи команды fdisk указывали, с каким устройством мы будем работать. sdb, serial drive b. И вот он нам показывает то, что да, это новый действительно раздел. На нем нет никакой вообще таблицы разделов, потому что это просто тупой жесткий диск, не инициализированный. В Windows нам пришлось бы правой кнопкой его инициализировать. И он говорит то, что он сейчас, конечно, делает несколько изменений, внесет, чтобы этот диск мы смогли начать использовать. И видите, можно нажать m для справки и посмотреть, что мы можем делать, собственно, в команде fdisk. В частности, мы можем командой p вывести таблицу разделов, просто посмотреть, что происходит. Видим то, что у нас нет вообще ничего. Пустой жесткий диск. Мы с вами опять же это уже делали, но быстренько пробежимся. Значит, добавим новые разделы. Команда n создает новый раздел. Primary Extended, основной или расширенный разделы, тоже мы об этом уже говорили. Не буду драться ваше время. Раздел по умолчанию первый, у нас нет никаких разделов. Первый сектор пусть выбирает первый свободный сектор. И укажем размер, тоже это уже делали, скажем 5 гигабайт этого раздела. Прекрасно, создали мы новый раздел. Давайте создадим еще один пустой раздел. Посмотрели, да, раздел создался. Видите, по умолчанию у него стоит ID83, система Linux. То есть у нас этот раздел создан под Linux. На нем еще нет никакой файловой системы, но метка уже есть, то что это Linux. Создаем снова новый раздел, new раздел. Снова пусть он будет primary по умолчанию. Номер раздела по умолчанию 2. Прекрасно, да. Первый сектор какой есть, последний сектор тоже какой есть. На все оставшиеся места мы его сделали. Снова печатаем таблицу разделов. И видим то, что у нас есть два раздела. Вот они. Мы с вами тогда же меняли ID-шник, чтобы поменять тип раздела. Давайте поменяем тип раздела для... Давайте второго раздела изменяем, тип T. На всякий случай вот здесь в мануале можете посмотреть. Команда T, изменение ID системы раздела. Выбираем второй раздел, маленький раздел, оставшиеся 3 гига. И ввести мы должны 16-ти ричный код. Команда L большая. Смотрим, какие у нас есть доступные коды. Вы видите, огромное количество различных кодов. Я хочу сделать из этого раздела раздел подкачки, swap. Он у нас, вот, Linux swap, раздел 82. Говорил я вам уже о том, что раздел подкачки используется в том случае, если оперативки не хватает. Это такая оперативка на жестком диске, грубо говоря. Поменял я ему метку. Снова печатаю таблицу разделов. Вижу, да, поменялась меточка. Теперь это Linux swap. Записываю изменения команды W. Пока мы не запишем изменения, write в write, у нас ничего не произойдет. Все прекрасно, таблица разделов была изменена. f-disk-l проверяем. Да, видим, действительно, на нашем устройстве DFSDB появилось два раздела. Linux и Linux swap. Эти разделы сейчас у нас пусты. Давайте сначала повозимся со swap разделом. Значит, чтобы превратить этот раздел действительно в раздел подкачки, потому что сейчас это просто у нас раздел, который имеет метку, что это раздел подкачки. При этом он как раздел подкачки не используется. Так вот, чтобы его отформатировать как раздел подкачки, есть команда mk swap. Make swap. И указываем, из чего сделать swap. Мы видим, что это устройство SDB. Дел SDB 2. Второй раздел. Прекрасно. Он нам пометил этот раздел как swap. Теперь этот раздел уже готов под swap, но раздел подкачки еще на нем не используется. Чтобы включить этот раздел как раздел подкачки, мы его уже подготовили, сейчас нам нужно его включить. Используется команда swap on. Swap on. И говорим, где включить, собственно, swap. SDB 2. И все. Для того, чтобы посмотреть, какие у нас используются сейчас разделы подкачки, есть у нас вот такой вот ключ. Swap on минус S. Видим, что у нас есть тот раздел, который был создан изначально. Это у нас LVM. Linux Volume Manager. Это с первого нашего жесткого диска. Swap. И вот новый swap, который мы добавили. Dev SDB 2. Чтобы выключить раздел подкачки, мы используем команду swap off. Это был swap on. Включить. Это swap off. Выключить. Выключили. Снова проверяем swap on минус S. Видим, что вот этот вот раздел, где он у нас, исчез. Больше его нет. Остался только Linux LVM. То есть разделы подкачки создавать на самом деле просто и удобно. Если вам не хватает оперативки, переразбили, подвинули, освободили место, создали на этом месте раздел. Этот раздел пометили как раздел подкачки, отформатировали его как раздел подкачки и подключили его как раздел подкачки. Теперь первый раздел, который у нас здесь был. На 5 гигов. Есть такая команда mkfs. Давайте посмотрим по ней мануал. Make File System. Строит Linux файловую систему. У нее есть огромное количество ключей. В принципе, не такое же огромное, но суть в том, что даже не ключи. Мы будем использовать в основном ключ минус T, тип. Мы будем форматировать разделы. Но вот этих вот типовых файловых систем у нас на самом деле огромное количество. Мы сейчас пойдем по LP, как в принципе этот курс задумывался, и поформатируем разделы, как рекомендуют они. На самом деле они в принципе не успевают за скоростью развития файловых систем. И сейчас уже используются такие крутые, интересные файловые системы, которые в экзамене не упоминаются. Вам в любом случае для практических целей рекомендуется почитать, какие файловые системы сейчас есть, какие продвинутые, какие вам больше подходят под вашей задачей. Итак, давайте разберемся. Еще раз я выведу на всякий случай таблицу разделов. Да, devsdb2 у нас используется под swap. Вот этот раздел. С ним мы будем работать. sdb1. Итак, makefilesystem команда. Будем форматировать. Минус T. Т.е. тип файловой системы. Есть файловая система линуксовой EXT2. Такая была сначала просто Extended, потом появилась EXT2. Это обычная файловая система, которая была первой файловой системой, разработанной специально для линуксовых операционных систем. Т.е. мы указываем, отформатируй под файловую систему EXT2 устройство devsdb1. Собственно, все. Ничего сложного. После этого линуксоиды, lp-ковцы рекомендуют нам отформатировать и разобраться с файловой системой EXT3. Есть такая система, она отличается от предыдущей тем, что она журналируемая. Т.е. в ней ведется лог изменений того, что происходило вообще на этом разделе. И, соответственно, этот журнал может нам помогать восстанавливать данные в случае каких-либо сбоев. Все то же самое, отформатировали. Потом появилась EXT4. Вы видите, ничего сложного, просто меняем тип файловой системы. Отличие от предыдущей, это уже она может работать с большими дисками, может хранить в себе намного большие размеры файлов и намного меньшая фрагментация в ней. Но это все такие файловые системы родные линуксовые. К слову сказать, можно писать не вот так вот, минус T, а можно писать mkfs, точка. Будет точно так же все работать. Но мы сейчас с вами пойдем по классическому нашему принципу и будем делать через T. Значит, следующая файловая система, которую рекомендует рассмотреть LPIC, это файловая система XFS. Ее придумали Silicon Graphics когда-то для своей собственной операционной системы, после чего, в принципе, ее стали нет-нет использовать в линуксовом сообществе. Если мы просто вот так напишем, он скажет то, что нет такого файла. И видите, он воспринимает mkfs-t как, собственно, поиск утилиты mkfs.xfs. Когда-то в каких-то дистрибутивах этот XFS был включен. Сейчас, если мы хотим установить, разбить этот раздел и отформатировать его как файловая система XFS, нам нужно для этого скачать соответствующие утилиты. И вообще, если вы будете выбирать для себя в дальнейшем какие-то экзотические файловые системы, их по умолчанию может не быть в наших родных дистрибутивах. Их нужно искать. Мы с вами уже проходили apt-get, apt-cache. Поэтому мы можем сказать, команда apt-cache пусть поищет в репозиториях программного обеспечения Ubuntu. Search. Пусть поищет. 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 Что-нибудь, что связано с XFS. Вы видите, очень много таких разных пакетов. Но он тут еще пускает всякие XFonds. XFonds нам нужно XFS найти. XFS. Вот есть XFS Prox. И я вижу, это утилиты для сопровождения файловой системы XFS. То есть нам нужно установить вот этот пакет. И тогда мы сможем форматировать раздел под файловую систему XFS. Давайте установим apt-get install xfs-prox. Достаточно маленький пакетик. Он скачается у нас быстро. Вот уже скачался. Снова пробуем. Говорит о том, что у нас уже есть какая-то файловая система. Это файловая система EXT4. И поэтому MKFS говорит, если мы хотим действительно переформатировать этот раздел, нужно использовать ключ "-f force". Принудительно. Давайте принудительно сделаем. "-f". Вот и прекрасно. Все. У нас есть файловая система XFS. Дальше у нас, значит, они же, LP-ковцы, просят разобрать такую файловую систему, интересную как Razer FS. Razer FS была первая журналируемая файловая система, которая была включена в ядро Linux. Актуальная версия Razer 4 этой файловой системы. Файловая система интересная достаточно, но она перестала развиваться, потому что товарищ, который эту файловую систему создал... Давайте я сейчас пока попробую. "-t". Razer FS. Это был такой американец, sdb1. Тоже не такого файла. Был американец, который нанял группу разработчиков из России, и они вместе делали эту файловую систему. Потом, я не помню уже, когда это было, некоторое время назад он умудрился убить свою жену, которая была из Санкт-Петербурга. Его посадили, он сейчас сидит, и текущую версию Razer файловой системы Razer 4 один энтузиаст, российский программист, прорабатывает. То есть, в принципе, файловая система хорошая, интересная, но в официальных таких репозиториях она не включена сейчас. Опять же, вы видите, нет у нас команды, нет пакета, который нам позволяет сделать эту файловую систему, поэтому нужно apt-cash поискать что-нибудь, что связано с Razer FS. Razer FS. Видим, что мы видим, что мы видим. Razer FS Prox, набор утилит для работы с такой файловой системой. Давайте ставим ее. Это у нас был apt-get install. Razer FS Prox. Уже установилась, снова пробуем переформатировать раздел в эту файловую систему. Тоже говорит о том, что у нас там есть на самом деле уже раздел, и мы все на нем потеряем, но мы согласимся, что нам остается. Прекрасно установили файловую систему, отформатировали как Razer FS. И, по-моему, последняя файловая система, с которой LP просит разобраться, это BTRFS, которую сделал Oracle в 2007 году по лицензии линуксовой нашей, BTRFS. Про них, про все эти файловые системы можно рассказывать долго, я поэтому вам так особенно на них внимание не заостряю. Опять же, вы видите, нет такого файла, опять же, apt-cash поищем что-нибудь, что связано с BTRFS. Интересная, кстати, файловая система. Так, что-то он тут у нас находил под этой BTRFS. А вот, BTRFS Tools. Вот такая программка нам нужна. Unget install, BTRFS Tools. Немножко побольше пакет, подольше устанавливается. Опять же говорю, файловых систем очень много, и про них, про все рассказы у нас сейчас времени не хватит, не такая у нас уже и тема. Можете самостоятельно это все найти. Опять же, говорит то, что у нас есть уже файловая система. Он видит то, что RazerFS, мы наш уже раздел во что только не форматировали. Говорим, пусть использует ключ минус F, force, принудительно. Вот и прекрасно. Теперь у нас файловая система стала BTRFS. Теперь, если мы вдруг захотим, чтобы у нас были разделы совместимые с Windows, то есть мы хотим, чтобы у нас раздел, может быть, мы жесткий диск возьмем, возьмем этот подключим потом к компьютеру под управлением Windows, или, может быть, мы хотим, чтобы у нас был один раздел под Linux, а другой раздел под Windows, тогда нам нужно отформатировать этот раздел под Windows. Просто так мы это сейчас сделать не сможем. Давайте я почищу экран. F disk минус L, потому что у нас указано то, что вот этот раздел, он используется под Linux. и это все файловые системы, которые мы сейчас использовали, они были Linuxовые. Давайте сделаем этот раздел готовым для Windows файловых систем. F disk, DWSDB, и говорим ему то, что мы хотим поменять тип для первого нашего раздела. Выводим список кодов. У нас есть различное количество меток, которые принимает Windows. Это может быть FAT, это может быть XFAT, это может быть Windows 95, различные вот такие вот файловые системы. Где-то у нас есть NTFS, вы видите. LPIC, почему-то, не знаю, просят устанавливать вот одни из вот этих разделов, чтобы мы понимали, как это все функционирует. Ну, давайте установим тип C, метку C. И что у нас это будет? Windows 95, FAT32, LBA. Логические блоки наши. Изменили. Печатаем таблицу разделов. Видим, что да, поменялась метка на Windows 95. Записываем изменения. Изменения записали. Теперь уже мы можем сказать, сделай нам файловую систему VFAT. Была такая файловая система, она сейчас тоже очень редко используется, но в LPIC до сих пор хранится информация о том, что нам нужно знать, что есть такая файловая система. Так-то мы можем сказать минус T, NTFS, например. И у нас точно так же все спокойно становится. Давайте VFAT сначала попробуем. SDB1. Собственно, все. Можем сказать, давайте попробуем. Пусть будет NTFS, New Technology File System. Ну, видите, тут уже побольше инициализирует он. И вот так вот мы можем, собственно, создавать разделы. То есть команда MKFS, Make File System у нас спокойненько берет и форматирует, переформатирует, как угодно форматирует разделы жесткого диска. Если у нас в системе нет пакетов, которые работают с этой файловой системой, мы их можем прекрасно, спокойно скачать. Видите, разбиение по NTFS даже пожелало нам прекрасного дня. Спасибо. При этом нужно сказать, у нас... Давайте я позакрываю все, что нам здесь понавоскакиваю. Чтобы не отвлекало нас. При этом у нас F-диск, если посмотреть его мануал, он у нас, если посмотреть ниже, не понимает Guide Partition Table, GPT. Об этом говорили в 102.1. То есть то, что у нас есть разбиение диска по MBR, более старое, с которым работает BIOS, и новое по Guide Partition Table, GPT, с которым работает UEFI. И говорит то, что у нас F-диск не понимает Guide Partition Table и не может работать с большими разделами. И, в принципе, F-диск у нас не сможет работать с дисками, которые у нас больше, чем 2 терабайта. Для таких вещей у нас... Он должен здесь сам предлагать. Я это не читал. Есть команда Parted. Давайте до того, как мы доберемся до Parted, Parted, это Partition Editor, есть еще G-диск. G-диск как раз у нас работает с Guide Partition Table. Это F-диск, это G-диск. Видите, G-диск, интерактивный GPT-манипулятор. Он у нас работает, собственно, с Guide-дисками. Работает он, в принципе, точно так же, как F-диск, только для начала ему нужно, конечно, переразбить наш жесткий диск из MBR в GPT. Запустим G-диск. И скажем, возьми мой жесткий диск целиком, DEV-SDB. Он взял его и говорит, что да, у него на этом жестком диске есть только MBR, больше ничего нет. И говорит о том, что он может, конечно, конвертировать его в GPT, но тогда мы, собственно, должны будем удалить разделы. Давайте скажем ему что, посмотрим, как он это будет делать. У него есть огромное количество команд, и в частности, у него есть команда O. Создать новый пустой Guide Partition Table. Говорим ему, пусть создает O. Все удалит, все сотрет, создаст новую защищенную MBR. Тоже об этом говорили. GPT оставляет в самом начале диска MBR для совместимости со старыми системами. Иначе старые системы будут затирать новые диски. Пожалуйста, пусть продолжает. Вроде бы что-то продолжил. Давайте, наверное, у него есть тут печать. То же самое. У него, в принципе, команды все те же самые, что и F-диска. PN напечатать, разделы. Да, пустой раздел, ничего нет, но зато есть уже Guide. Потому что он все удалил. Записываем изменения. Y. Все прекрасно. Операция завершена успешно. Здесь все, в принципе, то же самое. Можем сказать ему G-диск, FDB, давай, пожалуйста, создай новый раздел, раздел номер один и так далее. И он все это будет делать. Плюс 5 GB, что мы там с вами делали. По умолчанию поставят нам Linux File System. Прекрасно. Нас устраивает это все. Записать изменения. То есть вот так вот работает G-диск. Он, в принципе, ничем не отличается от F-диска, просто он умеет работать с GPT, с гайдом. Теперь Parted. Тот самый Parted. Давайте почистим экран. Мануал, Parted, Partition Editor. Это уже интересная, хитрая программа. Она намного более расширенный функционал имеет, чем F-диск и G-диск. Работает с дисками больше 2 терабайт. Умеет изменять размеры разделов, в принципе, даже на горячую. Может создавать разделы сразу с файловой системой. Может искать и восстанавливать разделы на жестком диске. То есть здесь у нее функционал обширнейший. И ключей вы видите намного больше. Можем попробовать посмотреть на нее. Parted. Минус лист. Перечисли нам, что у нас есть. Так, минус L. Почему он у нас не понимает? Я большой L, да, написал. Вот маленькая L. И он нам показывает, что да, есть на жесткие диски. Вот D-W-S-D-1, вот наш D-W-S-D-B на 8 гигов. Все у нас видно. Какие разделы, где, что, как. S-D-B-1, S-D-B-2 и так далее. Что по нему можно сказать? У него есть хороший Help. Можем сказать ему снова Parted. Давайте. DevS-D-B. Добро пожаловать, он говорит. Набираем Help. И видим, что мы можем делать. Если в F-диске и EG-диске это небольшой набор опций, здесь опция огромное количество. Проверка файловой системы. Создание разделов сразу с файловой системой. Перемещение файловой системы. Восстановление потерянных разделов и так далее. То есть функционал у нее шикарный. Вышли из нее. И, к слову сказать, есть у нее графическая часть G-Parted. То есть GUI-Parted с графической оболочкой. Ее нужно сначала установить. Она Gnome, по-моему, Partition Editor расшифровывается. Install G-Parted. Просто покажу вам, раз уж мы с Parted разбираемся. Она тоже, по-моему, не очень большая. У нас уже с вами установлен Gnome, поэтому быстро установится этот пакет. Man G-Parted. Мануал по ней смотрим. То же самое. Partition Editor для манипуляции с дисками. Можем его запустить просто G-Parted. И вот у нас открывается красивая графическая гномовская штука. Можем выбирать диск. Вот наш диск. Вот на 5 гигов мы здесь создавали разделы. Все это можно метить, размечать, переразмечать через графику. Такой стиль Partition Magic 10-летней давности. Разобрались мы с файловыми системами. Еще раз подчеркну, их огромное количество. LPG за ними не успевает. Лучше почитать, какие файловые системы вам нравятся. Подкачать для них пакеты и поформатировать разделы в те файловые системы, какие вам больше подходят. По командам по разбиению жестких дисков. Помимо F-диска, G-диска, Parted. Есть еще большое количество утилит, которые кому-то понравятся могут намного больше. Которые более удобные. У них намного понятнее ключи. Это ваше дело. Просто F-диск это у нас такая базовая утилита, которая была всегда. И ее нужно знать. От нее уже мы разбираем G-диск, Parted и все остальное, с чем вы будете разбираться. Оно в принципе растет из F-диска. Спасибо, что смотрели.